Знаете ли вы такой народ, у которого 100 тысяч слов, у которого 100 тысяч песен и 100 тысяч вышивок цветет? Так писал классик чувашской литературы Фёдор Хузангай о своих земляках. Не случайно культуру Чувашии считают богатой и уникальной. Крайне важно, как жители республики хранят память о своём прошлом, традициях. Власти республики заботятся о развитии культурной среды и сохранении чувашского языка. Подробнее об этом в новом выпуске программы «Главная тема». Бережное отношение к культуре – это память о традициях и обычаях, которые передаются из поколения в поколение. Испокон веков – один из самых почитаемых праздников чувашского народа – Акатуй, который отмечают после весенних полевых работ. Сейчас, как и много лет назад, к этому событию жители Чувашского края готовятся основательно. Акатуй – это спортивные баталии, выставки народных умельцев, задорные песни и танцы, блеск национальных костюмов. Алла Леонидовна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами сейчас находимся в Шумерлинском районе на праздновании Акатуя. И, пожалуй, это яркий пример того, как необходимо заботиться о сохранении чувашских традиций и обычаев. Скажите, пожалуйста, что сейчас делают региональные власти для развития чувашской культуры? Здесь мы видим что? Мы видим национальные костюмы, мы видим традиции каждого поселения. И на Акатуях всегда каждое поселение представляет свое лучшее, чем они гордятся. У кого-то замечательный мед, у кого-то совершенно необыкновенное пиво. А мы знаем, что сколько дворов в Чувашии, столько рецептов нашего национального чувашского пива. Это песни, которые передают нашу айдентику основную, но и вышивка. Обратите внимание, на каждой женщине мы видим свои элементы костюма и свои элементы чувашской вышивки. Помимо же, из важного, что делается для сохранения уже нашего чувашского языка, чувашской культуры. Во-первых, это, конечно, я считаю, работа театров. И, например, наш чувашский драматический театр имени Константина Иванова, он ежегодно ставит около двух премьер на чувашском языке. Это и классические постановки, но и также пьесы современных авторов. Те песни, которые сегодня и постановки делает наш чувашский государственный ансамбль, песни и танцы, музыку, которая сегодня преподается и обязательно во всех музыкальных школах, школах и искусств. Ну и сохранение коллективов, самобытных на местах, народных коллективов. Это, конечно, та самая поддержка и та самая преемственность, которая должна быть как наша главная ценность. В республике много театралов. Здесь ценят и развивают этот вид искусства. На чувашской сцене можно увидеть и классику, и самобытные постановки местных авторов. Ни один год не обходится без премьер. В Чувашии ежегодно проходят оперные и балетные фестивали. Алла Леонидовна, Вы упомянули о чувашской вышивке. И действительно, чувашская вышивка и чувашские костюмы, они очень любимы среди чувашей. Народ славится нашими костюмами и вышивкой. Скажите, а что делается для популяризации этого направления? Мы хотели нашу чувашскую вышивку поддать на нематериальное наследие ЮНЕСКО, потому что аналога нашей чувашской вышивки просто не существует. Она двухсторонняя, она несет смысл, она наполнена идеологией. У нас единственный в стране музей чувашской вышивки. И на любой туристической карте уже Чувашии обязательно вы увидите наш музей. Но важно то, что там также умельцы учат вышивки. В республике дает свои плоды и программа по сохранению родного языка. До конца года в школы и библиотеки поступит порядка 30 тысяч экземпляров книг на Чувашском. Сделано немало, но впереди не менее масштабные задачи. Главное, чтобы свои корни не забывала молодежь. Очень большая работа проводится Чувашским национальным конгрессом. По их инициативе проводятся фестивали, конкурсы, такие как Кемельзас, Херарам, Санумандапуч, Таядов. Они также позволяют нам продемонстрировать красоту, уникальность чувашского языка и чувашскую культуру. Ежегодно в нашей республике проходит около 40 тысяч мероприятий на чувашском языке. Традиционной стала акция «Всечувашский диктант». «Всечувашский диктант» охватывает не только жителей республики, но и регионов России. Только в 2021 году в «Всечувашском диктанте» приняли участие 8 тысяч человек. Площадка для одаренных детей «Эткер» также работает для сохранения и развития уникальных наших традиций. Ежегодно там проводятся заезды для детей, которые интересуются чувашской литературой, чувашским языком и чувашской культурой. Это новый формат работы библиотек. Залы с длинными книжными полками уже уходят в прошлое. Теперь «Дома книг» — это мультимедийные пространства, центры культуры, образования, работы и отдыха. Более 14 тысяч человек повысили в библиотеках финансовую и компьютерную грамотность, получили навыки уверенного пользования мобильным банкингом. На базе сельских библиотек открываются окна многофункциональных центров для предоставления государственных и муниципальных услуг. Алла Леонидовна, очень здорово, что сельские библиотеки настолько преображаются, становятся комфортными, удобными. А как в целом в Чувашии модернизируются библиотеки? Пришло время библиотек, можно так сказать, потому что был определенный период времени, когда на библиотеке не уделялось внимания, потому что первоочередными были другие вопросы. И со стороны Российской Федерации, и со стороны правительства Чувашской Республики. Это вопросы строительства детских садов, школ. Сегодня мы перешли уже к духовности и к содержанию. И в этом году у нас отремонтировано в Республике вот две созданно-модельных таких библиотеки. Замечательную, я считаю, перезагрузку или трансформацию получила библиотека Чаплина в городе Чебоксары. И главная задача, что это не просто место, где дети должны получать книги, а что это все-таки социокультурный центр. Библиотеки однозначно надо сохранять. Мы серьезно к этому подходим. Мы с Олегом Алексеевичем выезжали и смотрели вот этот новый стандарт. Главное, чтобы было желание, была инициатива. И уверена, что в краткосрочной перспективе мы все библиотеки приведем и наполним. Тарханская сельская библиотека разительно преобразилась после модернизации. Теперь это пространство с современным дизайном и передовым оборудованием. Помимо читального зала, здесь есть площадка для обучения и работы с компьютерной техникой. Зона отдыха и игровая для малышей. Библиотечный фонд пополнился тремя тысячами книг. Раньше была старая мебель, было не так много книг. А сейчас вот появилась новая светлая мебель. Тут стало приятно и уютно, и стало намного больше книг. Это единственная библиотека, которая мне нравится. Пока. Новая жизнь начинается и у сельских домов культуры. Только в прошлом году было отремонтировано 230 клубов. 90 из них оснастили технически. Все это необходимо для творческих коллективов, в которых насчитывается более трех тысяч. Мы сейчас находимся в селе Янгильзино, в доме культуры, который был построен буквально недавно, в прошлом году. Но очевидно, что еще есть села, в которых нет ДК, но местные жители очень ждут их появления. Скажите, есть ли в планах строительство новых домов культуры в Чувашии? В селе Напольное Парижского района. Это центр мордовской культуры нашей Чувашской республики. Мы туда выезжали несколько недель назад. И вот буквально на этой неделе наша глава Чувашской республики, Олег Алексеевич Николаев, выделил из резервного фонда около 30 миллионов рублей для того, чтобы дворец культуры также приобрел свое новое лицо. Такое место обязательно должно быть в каждом поселении. За этот год у нас с вами более 200 клубов проведено в порядок. 90 получили хорошее оборудование и оснащение. И до 2025 года у нас предстоит модернизация и хорошее создание еще 25 клубов на селе. Здесь этот клуб вот такой замечательный, с такой энергетикой, с наполнением, с хорошими костюмами. Это тоже, это в первую очередь инициатива самих жителей. И там, где это надо, конечно, мы сделаем все возможное, чтобы такой клуб появился. Народ очень доволен и у нас собирается быстро. Тут близлежащие пять деревень, они все скучают. Мы как одна семья все сюда собираемся. Мы очень надеемся, что этот клуб у нас заработает еще на 100% больше, чем сейчас. И мы говорим спасибо, что правительство нашей Чувашской республики вот по этой программе инициативного бюджетирования старается для сельского населения, чтобы улучшить условия на селе. Важное звено культурной среды республики – это школы искусств. В них обучается порядка 19 тысяч детей. А какие условия создаются для ребят? Около 200 миллионов рублей только в этом году на ремонт 29 школ искусств в республике было направлено. Это очень серьезное вложение. Если мы говорим про музыкальные инструменты, это всегда была большая проблема. И в этом году особенно такая активизация пошла по поставке именно музыкальных инструментов вместе с Министерством культуры Российской Федерации, с Минпромторгом Российской Федерации. Мы как республика получили достаточное количество и струнных инструментов, и барабанов, в том числе установок. То, чем оснащаются сегодня школы искусств для того, чтобы ребята умели играть на музыкальных инструментах. Чувашия всегда славилась талантами. Вот и наши современники продолжают создавать произведения искусства. Выставки картин художника Георгия Фомерикова всегда вызывают большой интерес. Искусство, в отличие от прошлых веков, разделилось на множество ответвлений. Поэтому на каждой ветке свое развитие идет. Есть реалистичное искусство, там академическое и так далее. Кто-то в сюрреализме работает, кто-то в абстракционизме. Кто-то чувашскую тему поднимает. Но больше всего, конечно, развито направление живописцев, которые работают с натурой. Пленерная живопись. Потому что это наиболее доступно и простое. Потому что человек берет этюдник, выходит на природу. Ну и пишет как бы натуру, передает эмоции, чувства через мазки, цвета, краски. Но в моем случае я работаю в стиле этнофутуризма. А этнофутуризм, оно и философские темы раскрывает, и исторические темы раскрывает. Ну и нечто подсознательное, что идет от генов, наверное. Чувашия – многонациональный регион. Здесь проживают представители более чем 120 национальностей. Одна из ключевых задач – реализация этнокультурных проектов. В республике действует 28 национально-культурных центров. Общая атмосфера мира и согласия позволяет творить и развиваться. Редактор субтитров А.Семкин